всем привет сегодня у нас продолжение рассказа о том что же мы купили в москве зачем мы это сделали что это за машины тогда для тех кто не в курсе напомним перед новым годом съездили в москву очень спонтан поехали мы покупать чероки чероки купить не получилось получилось потому что самый честный продавец оказался в выпуске вы можете все посмотреть и пришлось купить имел сегодня мы расскажем каково это такого немца эксплуатировать условиях сибири сегодня очень подходящий день потому что сегодня в минус 35 машина стояла на улице запустил запустил без проблем вот сейчас сколько минус 27 5 показывает вот собственно мы катимся сегодня по плану у нас заехать в сервис поменять масло на нем посмотреть его снизу потому что я очень не видно как он выглядит может вообще дырявый и подробно про машину я расскажу то что знаю еще хотелось бы сегодня заскочить в сервис заглянуть камерой в цилиндр потому что потому что продавец говорил что мотор гильзованный но этот да это 272 мотор 3 5 самый который совершенно нельзя покупать никаких обстоятельств так вот предыдущий владелец со мной связался и сказал что он менял мотор это он менял с пробегом 140 тысяч и менял коробку но он его не гильзовал вот такая вот история заезжаем мы магазин порт снаб нашему дружище запчасти берем только у него это нисколько не реклама просто рассказываю что реально сам делаю вот отдела у него беру потому что дешево наш лёха разбирается во всех альтернативных производителях иногда экономит день иногда говорит тут не надо экономить а тут надо сейчас заберем оригинальное масло спросим как его эксперт и пожелает он кстати стоит это хорошо да и как может эксперт и хорошо пожелать вообще хоть один эксперт и значку и хорошо да машину мы естественно глушим и когда вот ну такой мороз я вообще не глушу и расход например я проехал вчера 160 километров и потратил 20 литров при учете что машина везде не глушилась такой расход вообще приемлемый ну и потому что мотор свежий произошло получается смотреть комплектов они по красоте лукой лукойл делает секунду галдела это сейчас скажу больше допустим как же не мерседес какое масло воды маговская давай сейчас тоже лукойл делает только твое масло стоит там грубо говоря 550 600 за литр а это стоит у нас 5 литров до она в районе 1000 стоит за литр и лукойл здравствуйте а почему так ну потому что вот оригинальное масло держит ну а может с не оригинальных почему у мерседеса просто скажем так допуски попроще и это масло 030 угла и нам 540 то есть как бы в этом все и разница но опять тот же самый завод лукойл грубо говоря это че там как эксперт и поживай как отлично вот стоит будет другого не он во первых он не там а тут стоит автозапуске но и поставь автозапуск и нормально а место я не знаю где ставил прошлое и чё все в порядке все в порядке давай давай тот эксперт и конечно бывало европейской части россии посмотрим сейчас вот и легче можно спросить сколько раз когда я у меня был владельцем x5 сколько раз мы в неделю или в день созванивали с ним не ну я скажу так вот бмв сближает людей вот всегда человек купил вообще вот заехал масло фильтра только взять это вообще не серьезно когда было бы мы увиделись часто встречались разговаривали у нас были общей темы сейчас общих тем уже как говорится нет с автоспорта я ушел бмв он продал все да ничего я куплю сейчас мы посмотрим мотор гризован или нет если не гризован она сразу посмотреть сколько мотор стоит или может быть проще то на вторую выставить сразу дай лампочку в себе фис палец по прямому назначению стройка дело такое сейчас сюда еще металлическую сетку загрузит что может бетоном машина универсальная пол что касается вообще впечатление от машины надо сказать что подобная машина была до x5 но судя по всему там пробега было порядком больше чем у этого то что написано спидометрии это это мимо на это написано 370 это вот его реальный пробег 100 процентов что с если с x5 сравнить который был но в общем это небо и земля в плане комфорта в плане ощущения машины в плане плавности хода шумоизоляции и в принципе ощущение там вот от машины садишься реально не в обиду абсолютно x боевой воду я знаю вы ребята обидчиваясь как будто на реально на уровень на класс машины просто выше понятно что возможно не совсем адекватное сравнение потому что если был х 5 не деревянный там на пружинах трешка там обычный американец а если бы это был 48 который на пневмена комфорт салоне на всех пирогах там тут еще можно было подумать но в любом случае он бы был салон был бы громче да сейчас я знаю что давид из того говоришь что он разговаривает салон в любой машина так будет разговаривать и тут также но в пак но когда ты не трогаешься этот салон да он молчит с пятым так не бывает там пошевелишься там все захрустело закрепела и это не зависит не от пробега не от года ничего в принципе такие относительно новые хопяточи так себя вообще все что я знал про 350 мл и две вещи что их нельзя брать до из-за мотора что здесь проблем с задирами и проблема системой грм звезды фазная система цепь какой-то балансир который со временем уходит и строится и проскакивает но и соответственно там начинается тринга вот я не знаю может быть потому что мотор типа всего 140 тысяч пробега было полтора года назад когда устанавливать может еще каким-то другие причины мы коробка тоже менялась может поэтому машина едет я могу сказать мягко говоря он едет не хуже чем трехлитровый x5 понятно что он он валки этот огромный рулит совершенно где-то в нуле непонятно это на коне x5 с 5 по идеальной трассе просто ведет себя изумительно по идеально ровно но как только начинается опять же там какие-то почки это раскачивание задницы плюс колея если если 300 315 сзади и 275 впереди стоят резинки вот но если здесь мы можем поменять пневмоподвеску режим спорт он опустится клапана на амортизаторах поменяют режим и они станут жестче то есть это даже сейчас уже начинает чувствоваться он будет козлить здесь у нас на руле есть лепестки руль стоит уже от рестайлинга и тут именно лепестки они как на дурестина и марина такие кнопки если перевести его в режим сейчас 8 2 скорости приходит приходит примерно вот такая ситуация поэтому говорить о том что не хватает динамики так говорят люди либо которые не ездили на 350 либо у тех у кого просто они уже укачаны плюс здесь еще сделан выхлоп прикольно сделано абсолютно не слышно когда ты и спокойно на высоких оборотах он как-то даже более-менее там по гоночному звучит если говорить о приверженстве приверженстве какой-то из марок то в этом случае определенно точно не исполняюсь больше к мерседесу вот понятно что бмв еще когда-то вернусь потому что эта машина не может ему тебя оставить равнодушным на явно после вкусе после себя какое-то оставляет здесь автологию но хочется попробовать кого-нибудь там трехлитровый дизель этого змея турбины или наоборот какого-нибудь 5-литрового то есть 4 4 турбок который опять же совершенно нельзя брать этот мотор там тоже проблем нет вот но пока мерседес пока только максимально положительные эмоции и впечатления но это наверно до тех пор пока вы можете сможешь сервис что заедем не может а заедем чтобы менять масло и смысловую посмотрим и на диагностику надо и вообще по-хорошему надо взять камеру доскоп и заглянуть и как это правильно доскоп называется заглянуть в цилиндр потому что если там нет гильз то возможно там уже могут быть задиры потому что все время вот пока он пригнано с москвы у нас морозы были постоянные 35 и 36 и минус 40 он стоял на улице потому что моя наглуважаемая супружница не выключила фары естественно вообще полностью потух и после этого я его не на сервис погнал потому что тут же проблема опять же как его поставить на эвакуатор если у тебя не включено зажигание ты не сможешь его перевести в нейтрать там что-то внизу на коробке надо выкручивать общем-то с пятом намного проще вот короче завели его грубо говоря на сухую и по идее если там все-таки нет гильз логично предположить что все-таки задиры сейчас там есть за чертом даже даже редуктор не рыжий и вообще не похоже на машину что на москве как было видимо реальным по брянскому сальник коренной так в целом все еще пластиком закрыто все на родне где-то раздатки еще подпотевает что-то но это как бы нормально раз мы сегодня решили показать дему там покупаем запчасти где обслуживаю машину надо было сразу рассказать про заводил вообще у серёга владелец мы его так давно с нами среди гонщиков но у него погонял и серёг заводила все знают поэтому масло аккумуляторы всегда здесь меняем и сейчас теплый бокс удобно все чисто классно пацаны профессионалы поэтому это нисколько не реклама это действительно то чем пользуемся вот мне ничего не стоит дальше буду сказать что мне стоит ничего не стоит тут многие хотят рекламы мы отказываемся потому что мы не можем рекламировать то чем мы не пользуемся вот все а это может сказать и хотя значит и ты наверно в рекламе сильно не нуждаешься я так уже все знают вот могу если кто не знает вот добро пожаловать алтайская 2 заводил внезапно мы оказались в чистом поле чистом сибирском бескрайнем поле и оказались мы в сопровождении наших лесных друзей лесные друзья дальше звучит как про дурачков в общем серёга заваренный люк писания незлоб купили себе по вот таким автомобилям насколько вы понимаете это естественно злобина машина а это 42 дизель серёги там куча крутящего момента что там что тут в общем что мы хотели вообще здесь и узнать мы хотим узнать работают ли у нас блокировки потому что здесь есть межосевая и в заднем дифференциале блокировка плюс есть понижайка и на пневме он задирается просто высоко также делает и ауди что делает у нас армада армада уже лифтована у нее есть понижайка и мотор 56 наша задача вот смотрите вот вот бескрайне поле сейчас поедем туда и посмотрим вообще на сколько мы далеко уедем как только мы застрянем крикнем караул возможно кто-то спасет там в лесу есть и горки прикольные мы поймем туда но если здесь выживем почему такая штука и честно говоря я я просто не сильно опыта не имею езды по снегу да единственное у нас впереди стоит мы поставили все-таки два новых баллона мишлена купили а сзади та самая лысая липучка еще стоит сейчас продемонстрируем как машина у нас поднимаются высоко но вот так он поднялся почему-то в третье положение он еще правда компрессор работает но в третье он не задирается только во второе понижайка включена блокировки включена музыка выключена него понятного 2 итак поехали в лес за них все по-моему это все так система отключительно вот включил и поехал сразу так сейчас я сделаю на что переключить на лепестки хочу вторую мы пробиваем едем потихоньку шевелимся ну это вообще танк скотина шевелимся шевел 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 я думаю мне достаточно ездить да что-то ты как почему-то легко почему-то так ездишь они не могут и я не знаю я на самом деле на этой машине первый раз колеса значит у нас стоят тридцать один с половиной с блокировок ничего нет только межосевая блокировка вот ехал сейчас на пониженные 4d особо трудности как бы не испытывал почему-то они почему-то они так не мог я думаю профиль резины на самом деле я справился до 1 5 правился справился до 1 и 5 выбрался наконец-то этой бурановой ловушки едем-едем приехали газ значит нажимать посильнее сразу машина выходит поглубь надо попробуем к массе вот такой режим типа первое и потихоньку нет не работает ну резина конечно резиночка резиночка зацеп не имеет ну резиночка зимний сибирское лес солнце морозно красиво здесь тепло отлично еще за это бабки платили участок здесь подъемные спуски но дело в том что здесь опять же накатана снегоходами поэтому следу машине не поедет я не знаю как долго мы здесь проедем я походу добил пассив добил коробку хочу с ним 1 2 может быть она просто подогрела загрелась может но она в ошибке вы вывалила что перегрев масла да ну вот надо остудить ее надо ее починить ну да не надо я сначала попробуем остудить может поможет не злоб ну давай первый езжай ну ну хочешь туда таски мы вдвоем зацепимся и будем тянуть на ауди уже правда не сможет скорее всего тянуть коробка в аварии упала мы еще вот так вот решили даже свой оффроуд сегодняшний продолжить ну давайте просто погуляем пацаны черт не те машины мы выбрали сегодня ну вот как сейчас посмотрим как ты поедешься я боюсь что если узнает а ты сядешь не вот на этом и сядем и вот из этой низины нас кто-то будет выручать я за плесо ехал как мы его доставать тебя будем оттуда я же так то не серьезно проблемки и проблема все танки включились о вон куда уехал как же как же мы там его будем доставать что брат а вот там он уездит еще или нет не он уже плохо есть он ездит смотри есть ездит так вот это вот вы сомневаетесь вы переживаете что-то на снов ауди же здесь бензин есть если что посидим подождем ой глупость конечно делаем и глупостей ну армада забралась же каким-то образом там гора то вообще такая нормально так у меня там чё компрессор кулинг-даун и все успокойся не надо было гаста отпускать пока о провалился не выключал по я застрял этот дисплей не выключил а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мерседес-то сила, забрался в горку Сейчас у меня не было надежд никаких, что я заберу сюда Блокировки все-таки Понижайку выключил, забрался Принудительно на вторую передачу воткнул Без Понижайки, с Понижайкой не ехал И вот так вот прекрасно можно проехать по зимнему лесу В такой компании мы не могли просто съездить в сугробы И подняться на одну горку Поэтому мы отправляемся в мини-экспедицию В круг по тайге Для местных мы на Головино И на 86-й по лесу Вот какая там дорога, скорее всего, лесовозная Поэтому, я думаю, мы справимся В нашем старте В какой-то момент мы поняли, что нужный нам поворот остался под снегом И мы его не заметили И вот куда мы сейчас едем, не знает никто Но очень интересно По такой дороге вот едем там 40-60 Все мягко, все отрабатывается Правда, вот с левой стороны рычаг застучал еще больше Больше звуков вроде пока никаких нет А, по пневме ошибка вылетела и пропала Она будет потом глянуть, что это такое Возможно, тот штекер на стойке опять у нас отвалился Такая красота вот тут Так, вот какие-то повороты начались Меняем курс Так, пацаны пытаются понять, где мы Вот наша карта, по которой мы едем сегодня И, короче, вот здесь А вот этот На палет ушла, короче, по полям Клия такая большая И уходила как раз в сторону 86-го Сейчас, скорее всего, мы выйдем на эту дорогу В общем, куда-то мы выйдем Только смотрите, какая красота Солнце светит Самолеты летают А мы можем по самолетам ориентироваться, может быть Вот там, там Богашова Там новости У нас едже связи У меня не надо взять Телефон А, в смысле, на телефон У тебя программа есть? Ну да Ну да Ну да, а мы что? Просто сейчас зачем по ней Да Дорога обманывается Да Лучше так понять, куда мы Пой Это явный признак того, что все-таки экспедиция началась Задумчивые лица рации включили Бензин проверили В общем, мы сейчас едем Рассуждаем о том, что мы собираемся Собирались И собираемся в сторону Усюганских болот Потому что туда Понятно Летом нужно браться А там вот такие зимники Там есть весовозы Платные зимники И так далее Вот Серега говорит Ну нет смысла ехать на Нивах На УАЗиках туда Потому что там везде Вот такая дорога Вот А, собственно, там, где не проедешь Не проедешь Ну, и на УАЗике ни на чем Ну, поснил Понятно Машины едут Недалеко И недолго Так вот И подзадумывались Правда Может быть, конечно Упороться и поехать Только на Мерсе На Ауди Ну, ладно Ауди Она дизельная Там из КамАЗа сольем А что делать С Мерсом С Бензином С собой везти Опять же Это все В салоне Невариантное Багажник Ну, придел В общем, такая Рабочая идейка В общем, мы Все едем И мы, как вы слышите По звукам Дорога становится Очень хуже Было несколько свертков Совсем плохой дороги Вот, по ничему Вот И сейчас мы Прямо по коллегу Такой идем Поцарапаем Бумбера И вот Ветки уже пошли В общем Наши тачки Потихоньку Превращаются В экспедиционные Машины Сейчас я на пневмон Подниму Маленько Становится интересно Где-то определенные Здесь обитают Черные лесорубы На которых мы можем сейчас Нарваться Или они напастны Лесорубов Может они, конечно, не черные Белые Что-то надо и спросить Что есть На 8-м Чет Без петкать Или все Блин, да Есть что по дереву Кто сейчас Напугает Да, да Вопрос Кто больше напрекся Смотри, КамАЗ уже задний Смотри, машины такие Черт 47-й регион 47-й регион Это Ленинградская область КамАЗ Смотри, кто С рульами Даже еще не поискать Наоборот Попрятались Не, вполне возможно Что они тут Работают легально Нету, говорит Другой Только вот та Которая прямо Лопает И все Ситуация Ну, куда ты Парказывай, да? В общем, ситуация Такая, что Вот эта дорога Это, по сути Та дорога Которая нам нужна В общем, на состоянии Этой дороге Не то, которая Нужна нам Потому что Ауди уже Пупсует Коробка Перегревается Да и в принципе Сколько мы будем тут ехать Конечно Можно поехать обратно По нормальной дороге Но Но не в нашем случае Незал Пошел на разведку Все разведу Идет обратно Там прям Четко По тракторным Судам Поедем Вот по этим По идее Если высоты Хватит Межкрестись То и нормально Будет Дальше Не понятно До куда Я думаю Что надо пробовать А что мы Собрались Дальше 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 Да Баллон Передал привет Долго ехали На Высшем положении Это Делка Да Да По идее Можно Ну Как бы он Не сильно Опустился Конечно Ну на пузо То я все Прилипнул Такая вот ситуация Ну хорошо Ну там дальше Нормально Ну нет Выехать Не ну А что еще Хотеть Еду Раскайфовав Вот это Универсальная На Хлопок Такой был Медведь Это просто Давай попробую Ехать Ну что Что можно сказать Мне кажется Все Вполне Логично Произошло На Перегрели Коробку Она До этого Признаки Конца Издавала Мэймэйли Лопнул баллон Хорошо Что он лопнул Не Там Где мы ехали Где была Высокая Коля Конкретно Там немного Уже Незал Протащила Едем Сейчас Баллона Справа Нет Он Разлетелся На одну сторону Машина Перекошена Конечно Жесткая Низкая Но Чего ожидать Понятно что баллон Был уже Скорее всего Подуставший И вот Во втором Положении Поднятие Пневмы Он и Бахнул От давления Ну плюс Может мороз Как-то сказался Не знаю Вот нам Где-то 5 километров До 86 квартала Деревня От деревни 86 Ну летом Гравийка 30 километров До трассы Вот Как только Появится связь Дело в том Что мне за 2 дня Нужно Сделать машину Максимум Поставить ее На учет И уехать Красноярс Не на ней А оставить ее Чтобы тут у меня Семейные На ней катались Вот Сейчас Поэтому Только связь Появится Сразу Буду звонить Нашим Мерседесовским Местным Мастерам Может быть Наличие Где-то есть Ну на 5-литровый Мэл Оставил За 11 тысяч По-моему Эйрбартовский Вот В Новосибире Точно есть Баллон Вот Наверное Его быстро Доставить Если в Томске Вот Вот За что Боролись На то и Напоролись Собственно говоря Вот Проверили Некую Такую Грань Прочности Машины Понятно Что так делать Нельзя Но там Где нельзя Там и мы Выбрались мы Из леса Как видите Вот Задет Трасс Емель Та сторона Лобнула Эту тоже Он опустил И даже 30 км Последних Под этой Гравитой Ехали 90-100 В принципе Нормально Даже в такой Ситуации Подвеска Работает В общем Сейчас Прям я Ищу баллон Еду в сервис И так далее Все это делаю Но это Вы уже увидите В следующей серии Если Это будет Конечно Интересно Вот В следующей серии Заглянем мы В мотор И в принципе Определим судьбу И вообще Расскажу про машину Все подробно Всю ее историю Что делалось Как вообще Происходило Потому что интересные моменты Есть Ну а на этом Сегодня все Спасибо за просмотр Вот и наверное Весь выпуск У вас был Вопрос Что за фигнал Фигнал у меня Под глазом Ну и такое Тоже бывает Знаете иногда Иногда очень полезно Любому мужику Получить На этом все Спасибо Что были с нами До встречи До встречи